Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Мы продолжаем рассматривать партии матча в быстрой шахматы, который недавно закончился в китайском карбине, и который проходил между китайской шахматисткой Хоуи Фань и 12-м чемпионом мира Анатолием Карповым. После первой партии счет в матче 1-0 в пользу Анатолия Карпова, и во второй партии Хоуи Фань, играя белыми, конечно, пыталась захватить инициативу с первых ходов. Итак, последовало у нас Е4, Е5, Конь Ф3, Конь Ц6 и Слон Б5. Испанская партия, ну и здесь Анатолий Евгеньевич, играя черными, не решился на современные варианты, не пошел Конь Ф6, но А играет по старинке А6. Хороший классический ход, Хоуи Фань идет Слон А4, Конь Ф6, Д3. Пешка на Е4 защищена, ну и Слон у нас прогоняется ходом Б5. Далее Слон Б3, Слон Е7 и С3. Рокировка и А4. Типичный для испанской партии ход. Таким образом, белые пытаются подорвать позиции черных на Ф3. Уже сейчас грозит взятие на Б5, поэтому Анатолий Карпов защищает ладью ходом Слон Б7. Ну и дальше следует рокировка. Д6 и такой интересный ход Конь А3. На самом деле, это не угроза, потому что после взятия АБ и ответного взятия АБ со стороны черных, белые не могут сейчас забрать конем, потому что ладья на А1 у них подвиснет. Но, так или иначе, после отхода Слона с С1, видимо, угроза вот здесь взятия Пешки на Б5 будет действенной. Но Анатолий Карпов пока пользуется тем, что прямой угрозы нет, и выполняет маневр, известный по системе Бреера испанской партии. Он играет Конь Б8. Идея в том, чтобы в дальнейшем перевести Коня на Д7. Ну и таким образом, Слон у нас открывается, возможно, дальше удар Д5. Слона 2, здесь играют белые. Ну и что же в этой позиции? Сейчас мы видим, что перекрыв вот так вот ладью Слоном, белые как раз угрожают на Б5-то и забрать. Поэтому Карпов укрепляет центр ходом С6. Вернее, он укрепляет как раз пешку на Б5, но при этом воздействует на центр, хочет продвинуть свою пешку Д вперед. Далее следует Конь С2 и Конь БД7. В этой позиции, конечно, можно было побить БА, но тогда ничего, кроме испорченной пежишей структуры на ферзьем фланге, черные не достигали. Белые просто играли Конь Е3, получали большой перевес, потому что ферзь явно здесь вот эту пешку уже сможет побить. Ну а Конь стремится, конечно, как всегда в испанской партии на поле Ф5. Поэтому Карпов заканчивает маневр Конь БД7, далее Конь Е3, ну и сейчас уже ход Конь Ф5 вполне возможен, поэтому черные играют Ж6, прикрывая это поле. Далее белые играют Х3 и черные пробивают по центру Д5. Происходит размен, потому что пешка на Е4 под боем, ну и на Д4 Е4. Мы видим, что у черных нет никаких проблем, хорошо очень чувствуют эти позиции Анатолий Карпов, ну и здесь, конечно, понимание на первом уровне, потому что давно известно, что испанская партия это школа позиционной игры. Ну а фигуры у Карпова всегда стояли на тех полях, на которых и должны стоять. И вот в этой позиции белые после Конь Е5 получили в ответ Ферзь С7, Конь на Е5 сейчас под боем, ну и Конь отходит на Ж4. Происходит размен, Ферзь бьет Ж4 и Конь Ф6. Очевидно, что Карпов здесь владеет инициативой, полностью уроняв позицию, он уже подумывает о перехвате. Ну и здесь Ферзь Ж5. Мы видим, что пешка на Д5 оказывается под тройным нападением белых фигур, ну а она защищена дважды. Поэтому черные добавляют еще одну защиту. И вот здесь Холл и Фань помнят, что ей надо все-таки в этой партии выигрывать. И она предпринимает очень агрессивные действия на королевском фланге. Вполне можно было сыграть здесь слон Б3, пока что поддерживая напряжение, защищая пешку на А4. Но белые играют Ф4. Их идея в том, чтобы прорваться по линии Ф. Но Карпов играет король Ж7. И на Ф5 встречает такую агрессивную игру соперницы на королевском фланге ходом А6. Ферзь сейчас под боем. Надо отходить. Еще одно нападение. Ферзь отошел и Ж5. Очень так плотно здесь черные забаррикадировали королевский фланг. Конь на ФШ выполняет блокадную функцию. Защищают важные центральные поля. Ну а вот эти пешки, это пока что непреодолимый барьер для белых фигур. Кстати, заметим, что есть тут такой маневр еще где-то даже и как ладья H8. В этой позиции где-то если белые пристанут к пешке H6, ну или линия H вскроется. В общем, такая неплохая позиция у Карпова на королевском фланге. Но Хоуи Фань играет слон Д2, продолжает развитие, но при этом показывает, что она готова пожертвовать материал ради того, чтобы получить инициативу и атаку на короля. Пешку на А4 Карпов забрал. Далее следует С4. Вот такой подрыв центра. Ну и мы видим, что слон немножко открывается вот здесь. Слоны в 4 играют черные и на СД происходит взятие на Е3. Анатолий Карпов не решился на осложнения, которые могли возникнуть после ладья АД8. Далее возможно А4, ферзь С7, ферзь Е2, уходя из-под возможного слона Ж3. Ну и дальше на ферзь Б6, еще и слон С3, ладья С8. Сложная позиция. Слон Ф4 пока что чувствует себя неплохо. Но Карпов, видимо, как-то подсознательно стремился больше к упрощениям. Ну и дальше к таким позициям, которые он всегда отлично исполнял в молодости. О чем идет речь, мы с вами увидим чуть-чуть попозже. Слон бьет Е3, ферзь бьет Е3, конь бьет Д5. И вот в этой позиции белые идут до конца, играют Ф6. Жертвуют вторую пешку. Можно было, конечно, ферзь Е4 пойти, конь Ф6, ферзь Д3. Но мы видим, что в этой ситуации все-таки у черных больших проблем нет. Поле на Д5 пока что во власти черных. Можно дальше разменять еще и белопольных слонов. Где-то напасть еще и на ферзя. В общем, здесь пробиться к черному королю очень-очень сложно. Поэтому и жертвует вторую пешку китайская шахматистка. Она надеется, что линии откроются, диагонали, вертикаль Ф и как-то вот черный король получит мат. Но давайте посмотрим, как защищается 12-й чемпион мира. Тут он мог вполне не брать эту пешку. Он мог сыграть король Х8 и дальше на ферзь бьет Е4 пойти конь Ф4, нападая на ферзя слону. Ну и на Д5 мог быть вот такой вот всеобщий размен на этом поле. Ну и видим, что после хода ладья бьет А4. Конечно, у белых есть некоторые шансы на победу. Есть пешка на А6, у белых слабая. Но, скорее всего, вот эти пешки на ферзьевом фланге разменяются. Ну а дальше 3 на 3 на 1 фланге. И конь против слона не будет иметь больших проблем. Скорее всего, позиция просто равная. Но Карпов забрал. Играет принципиально. Ну и здесь Хууи Фанни еще одну пешку отдает. Д5. Пытается вскрыть диагональ А1, А8. Но вот здесь, внимание, не нужно зевать. Конечно, Карпов не побил на Д5 слоном. Потому что после слона С3 он получал большие проблемы с конем Ф6. Ну и он побил здесь как раз конем. Не давая слону встать на С3, нападая на ферзя. Далее. Слон бьет Д5 и Фест бьет Д5. И вот как раз получилась позиция, которую всегда Карпов отлично исполнял. Но в свои лучшие годы имеется в виду позиции с разноцветом. То есть разноцветные слоны на доске и плюс другие фигуры. И Эншпель, ладьи с разноцветом. И вот такие метельшпильные позиции. Достаточно много таких вот примеров в практике 12-го чемпиона мира. И надо сказать, что вот такого типа положения они встретились еще не в одной партии этого матча. Ну и во многом определили исход этого поединка. Итак, слон С3 здесь белые сыграли. И сейчас, конечно, большой вопрос. Куда отступать королем? И нужно ли отступать? Оказывается, что отступать просто нельзя. Если сыграть король Ж8, тогда ладья АД1 и на любой отход ферзя последует, например, вот такой ход ладья Д6. Но если ферзь бы отступил куда-то в район поля Е6 в этой позиции, то можно было огорчить его еще вторжением другой ладьи. В общем, вот эта позиция, она уже просто разваливается. Потому что сейчас мы пробьем на А6. Ну и дальше еще и пешка на Ж5 окажется под боем. Ход Ф6 теперь уже не помогает. Поэтому Карпов заранее шел на эту позицию, имея в виду правильный единственный ход Ф6. Ну и дальше белые здесь упускают ряд возможностей получить компенсацию за пожертвованный материал. Тут просто надо было забрать одну из пешек. Ладья бьет А4. Конечно, здесь не хватает двух пешек на королевском фланге. У белых и весьма грозные вот здесь у черных пешки. Причем одна из них уже является проходной пешкой Е. Но правда, все-таки это у нас разноцвет. Фигуры белых активны. И компьютер здесь пишет, что у белых есть полная компенсация. Достаточно, правда, только для уравнения позиций. Но Хуи Фань, конечно, хотелось как-то побыстрее добраться до короля. И она занимает открытую линию ладьей. Вместо того, чтобы сократить материальный дефицит. Далее Ферзь Е6, Ферзь С5. Сейчас угроза как раз хода ладья Д6. И пункт на Ф6 будет буквально гореть. Но ладья А, С8. Играют черные. И вот в этой позиции, возможно, китаянке надо было уже объективно играть ладья Д6. Соглашаться на размен Ферзей. Но понятно, что вот такого типа Эншпель. Посмотрите, ладья Ц7. Ну и дальше шаг, король Ж8. Тут ничего страшного для черных нет. Размен ладья Ц4. Такого типа Эншпель может сулить максимум ничью при самом благоприятном исходе. Поэтому, конечно, китайская шахматистка сюда не пошла. Она сыграла более сложные шахматы. Хочет забрать на Б7. Но, смотрите, карпа входом слон Д5 решает все свои проблемы. Слон уходит из-под боя. Перекрывается вертикаль Д. Ну и слон контролирует поле Ц4. Отличная фигура на Д5. Не подкреплен здесь слон пешкой. Но в то же время согнать его отсюда очень-очень сложно. Посмотрите, пытается согнать китайская шахматистка этого слона. И так пробиться к королю черных. Но дальше ладья Д8, Ферзь Д7, ладья Д7. Ферзь на Е6 прекрасно расположен. То есть, посмотрите, у 12-го чемпиона мира все фигуры очень функциональны. Эта ладья защищает на Ф6. Эта ладья нападает на Ферзя. При этом его Ферзь защищает буквально все очень важные центральные пункты и пешки на доске. Ну и дальше следует Ферзь Е3. А куда еще отходить? Король Ж6, Ж4. Ну, видим, что после Король Ж6 уже Ф5 угрожала. Поэтому Ж4. Ну и слон С6. Происходит размен ладей. Ладья Д1, слон Б5. Тут очень даже неплохо слон расположен. Ферзь С5. И ладья отходит на С8, нападая на Ферзя. Ну и тут китайская шахматистка сыграла Ферзь Е3. Ну и просто сдалась. Потому что у нее сейчас не хватает трех пешек. Инициативы тут за белых никакой не видно. Ну а черные имеют уйму усиливающих ходов. Например, сейчас можно было сыграть просто Х5. Пытаясь вот эту пешку с Ж4 выменять. Практически выбить ее отсюда. Ну а дальше покатится вперед пешка Ф, а за ней и пешка Е. В общем, понимая, что здесь шансов нет никаких. Хоу и Фань просто сдалась. Вот так, после двух партий этого матча Анатолий Карпов ведется счетом 2-0. Ну а я благодарю вас за внимание. До свидания.